здравствуйте дорогие друзья уважаемые подписчики я сегодня решил снять видео как можно защитить деревья от муравьев у нас на деревьях разводится уже тля вот видите здесь тля здесь находится так я знаю тля из-за муравьев благодаря муравьям она там разводится наша сегодняшняя задача защитить деревья от муравьев чтобы муравьи чтобы не проходили вверх деревьям для этого что мы делаем у нас имеется скотч обычный скотч клей для мышей альт называется не обязательно альт либо клей для мышей может другие виды тоже бывает я не знаю и на деревьях ищем на молодых деревьях не так уж тяжело искать ровные поверхности на старых чуть тяжеловато что мы делаем берем смотрим ищем круговой чтобы она была гладкой поверхность берем скотч обматываем круговой ровно обматываем 2-3 круга если мотать достаточно и между корой и скотчем чтобы пространства не было если проход будет они по этому проходу будет проходить вниз вверх за это только от этого не будет чтобы этого не было аккуратно смотрим чтобы снизу прохода не было вот люди нету дальше берем клей такой клей у нас и наносим такой тонкий слой такой слой все это да как проходит муравей сейчас мы их остановим как видите уже муравей вниз не могут проходить уезжаются здесь кучками чем больше дальше они не смогут вниз проходить и вверх тоже самое на этом остановится бывает со временем когда они здесь клеится на клею и образует мостик такой и поэтому мостику передвигаться начинает этот момент желательно сверху еще раз пройтись и все надолго он сохраняет от прохода муравью если поверхность шероховатая желательно ножиком или чем-нибудь его выровнять потому что на шероховатой поверхности скотч полностью не клеится остается пространство между скотчем и корой оттуда они ищут место где проходить если полностью не получается есть где небольшие проходы то взять клей и вот эти проходы тоже небольшими каплями замазать и в этом случае уже и проходы закроются и полностью им дорогу тоже закроется на этих деревьях отчет раньше наносил клей это абрикосовое дерево смотрите какое толпа здесь набралось круговой здесь уже набралось такая куча муравьев так что можно и клеем тоже защитить наши деревья от муравьев вот этот скотч желательно после сбора урожая его нужно снять потому что вот это стебель когда увеличивается дерево растет стебель увеличивается скотч как проволока она она нервется она остается как есть здесь получается он форму держит такую тонкую а сверху и снизу будет увеличиваться дерево из-за этого если мы его не будем снимать может она или внутрь зайдет или вот эта сторона она тонкая останется и сломается в этом месте некоторые деревья имеют такую шероховатую поверхность видите здесь тоже нужно искать ровную поверхность и желательно если нету такие старые коры убрать сверху на том месте где мы будем клеить скотч чтобы наш скотч ровно сел на поверхности коры почистили выравнили выравниваем аккуратно чтобы он сел полностью И наносим. Все. Сейчас у нас здесь особо пока муравьев нету в ночное время. В вечернее время уже наверное домой зашли. Пару штук осталось, вот уже набирается. Постепенно сейчас соберутся в кучу. С этой стороны уже, с другой стороны. Уже набирается толпа муравьев. Начинает кипичевать. Ищет место, где проходить. Так, круговой. С этой стороны малая. Тоже уже появляется по чуть-чуть. А с этой стороны, видите, уже ажиотаж. Бунт поднимают. Я их основной проход отсюда был, оказывается. Вот этот основной проход я им уже закрыл. И если вы заметили, вот здесь у меня даже тля приклеилась. Это уже третий день. Первый способ уничтожения муравьев на деревьях мы уже показали. Сейчас у нас будет второй способ. Второй способ, это какой у нас? Вот здесь видим? Техлофос. Техлофос. Здесь без запаха. Разницы нету хоть запахом, хоть без запаха. Вот здесь знак тоже есть. Муравьи, мухи, тараканы. Вот здесь, например, мы возьмем, что нужно делать? Нужно вот здесь у нас вокруг деревьев муравьи специальные гнезда делают. Чтобы этого не было, чтобы полностью уничтожить муравьи, нужно взять техлофос и опрыскивать вокруг. Вот так нужно опрыскивать. И все. Дальше дехлофос свое дело будет делать. И полностью уничтожаются муравьи, здесь находящиеся. А уже если здесь у них домик уничтожить, дальше они по-любому уже не поднимутся. Так что, мне кажется, более эффективный метод будет использовать техлофос. После дождя, если опять-таки поднимаются, нужно еще раз пройтись. И все. Полностью очистится наше дерево от муравьев. Желательно техлофос не использовать. Где у нас имеется зелень? Примерно лук, там кинза, там петрушка. Если такие рядом имеются, желательно его не использовать. А в других местах вот так небольшой круг обработали техлофосом. И все, муравьи полностью уничтожаются. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, понравилось или нет. Спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok